А я продолжаю знакомить вас с самыми тупорылыми и бесполезными приложениями для телефона. Дорогие девушки, если у вас нет парня, то это не беда, потому что есть приложение, где можно давить прыщи. Вот выбираем чудесную девушку, приближаем, видим прыщ вблизи. Тут каким-то йодом я ее смазываю, что ли. После этого предлагается выдавить прыщ. Ее разработчики утверждают, что определенным звуковым сигналом можно отпугивать подростков. Ну, то есть, когда крыс тараканов отпугивают, то так же с подростками можно. Не, ну я, конечно, ни разу не подросток, но мне этот звук неприятен. Дорогие подростки, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы продолжаете смотреть это видео или нет? Если ты всегда мечтал побрить Джастина Тимберлейка, но живешь где-нибудь в Ямала-Ненецком автономном округе, не все потеряно. Приложение, где можно побрить звезд. Вот одну звезду я уже побрила. Как видите, не очень удачно. Ребят, ну везде обман. Похоже вот это на Джастина Тимберлейка? Беговая дорожка для котов. Здесь есть даже платные дорожки, то есть ты за это еще должен заплатить. Очень занимательно. Но не очень похоже на кошачий бег, да? Весело тебе, Мойша? Ой, блин, что так пить охота, а? Возьми, здесь немного осталось. Нет, ты знаешь, я потерплю, наверное. Как хочешь. Ребят, познакомьтесь, это наш новый сотрудник Виталий. Привет. Всем привет. 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 Меня Ира зовут. Привет. А я тут это, торт спекла, будешь? Ну, как-то сладкое не очень. Подожди, я сейчас винегрет тебе сделаю. Любишься, секунду. Виталий? Да. У меня есть важный вопрос по работе. Какой? Ты женат? Нет. Такая жажда. Достой. Сейчас доделаю отчет и пришли. Только можно просто до 6 часов, потому что потом... А, да по работе. Угу. Все. Ира, 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 что ты делаешь? Санечка, разговаривай. Так, ну с этим все понятно. А у вас есть опыт работы фотографа? Так, фотографирую. Так, ага, ага. Идеально, больше страсти. Ага. Так, а теперь групповое фото. Так, отлично. Да, да, да. У меня есть опыт. Я работал с самыми известными моделями. Друзья, приближается самый важный праздник в году. 9 мая. Пожалуйста, будьте внимательнее к старикам и ветеранам. Лучше, может, вечером кино с тобой сходим? Не, даже сегодня пораньше лечь. Мы завтра утром на парад идем. И вечером на салют. Это очень важно. Слушай, а что из спиртного брать будем? Отметить-то обязательно надо. Короче, смотри, вечером когда на салют пойдем. Алло? Не-не, не смогу. Ну ладно. В этом году опять не приедешь. Не получится. У меня очень много дел. Все, давай. Опять не приедет. Хоть память укрыта Такими большими снегами Подвиг предков помнить важно и нужно. Но главное в этот день не парад и салюты, а живые люди. Навестите стариков. Ну, с этим все понятно. А у вас есть опыт в озвучивании кино? Да, я профессионально озвучиваю фильмы. Да, есть опыт. 8.30 опаздывает. Ира? Ой, Виталик, привет. А я тут в машину сторожил. Ты просто, когда вчера приехал, у тебя сигнализация пунь-пунь не сделает. Мало ли что. Ты меня преследуешь, что ли? Нет, я просто тут мимо проходила. Да, Господи. Может, пообедать сходим? Да, давай. Давай только, чтобы Ира не видела, ладно? Давай, пошли. Ребята, а вы что, на обед, да? Нет, по делам. А вы что, из этих, из голубеньких, что-то в подлай все ходите? Да, Ира, ассань, мы по делам пошли. Ребята! Ай, блядь. Блин, еле отвязались от меня. Кошмар какой-то. Опять она здесь. Слушай, я, наверное, борщ возьму. Дам? Так, а я себе возьму... Говорили не на обед. И снова про ногти. Начнем с загадки для разогрева воображения. Как вы думаете, что это? Просто какой-то прыщ или нарыв? Но почему у него гламурный бирюзовый гной? Вот этот маякью назвали ногти для любимого. Я бы добавила для любимого, с которым ты решил расстаться. Хотя, секундочку. Это сердечко очень похоже на открывашку для пива. А, кстати, о пиве. Как вам вот этот роскошный набор? Соленые сухарики, штопор и открывашка для пива. Ага, нежданчик. Да, этот маникюр сделали мужику. А вот это назвали ногти для сладкоежки. Хотя вот эта коричневая субстанция на ногтях кажется мне совсем не шоколадной пастой. Особенно если посмотреть перед этим вот на такой маникюр. У вас там материалы точно не токсичны? После такого экземпляра даже волосатые ногти-ноги кажутся не такими уж противными. И даже чистка ушей ватной палочкой. Хотя с этим ухом что-то явно не так. Но самые скандальные и неоднозначные ногти совсем не те, как вам вот эти ногти с георгиевскими ленточками и танками. А вот вам пасхальные куличи и яички на ногтях. Что дальше? Икона на ногтях или может быть кладбище? Хочется просто пойти и сделать себе суровый челябинский педитер. Я, короче, в зал начал ходить. Смотри, какие кубики. Смотри, как похудел. А, вот, нормально. Вот это присух, это прям в отличной форме. Все мы иногда актеры, достойные Оскара. Я очень хочу пойти. Я сейчас на работе. Ладно, что я придумаю. Денька, что такое? Ты что-то плохо чувствуешь так себя. Так иди домой, что ты мучаешься? Ой, спасибо большое, Владимир Сергеевич. Ник, смотри, я начала ходить в художественную школу. Тебе нравится? Ой, да, очень красиво. Ты такая талантливая. Обязательно продолжай. Дай денег, денег, дай. Налички нет, только карта. Какой свитер классный. А сколько он стоит? 23,500. Ага, ну, вы знаете, честно говоря, материал к телу не очень приятные цвета. Я еще посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»